Ну, давай, Витёк! Чё? Как чё? Давай выявляйся! Ты ж у нас изобретатель! Вот Вячеслав ВКонтакте спросил, смогу ли я нарезать ходовой винт. Там резьба трапециидальная, 18, шаг 4, левая. До этого ни разу в жизни трапециидальную резьбу я не нарезал. И решил попробовать. Нашёл вот такие резцы, они заточены под угол 30 градусов. Такие стандартные заготовки. Их нужно дотачивать, потому что вот эти вершинки слишком острые. По ГОСТу, по профилю резьбы, ширина вот этой вершины должна быть 1,46 мм. Здесь чуть-чуть меньше. То есть надо будет доточить вот эту вершинку. Это раз. А второе, это вот вчера я уже попробовал нарезать. Ну, взял палочку из текстолита и просто вообще ничего не затачивая. На каком-то этапе, где-то на середине резьбы стала выламывать вот так вот витки. Вот что происходит, когда вот эта грань резца затирает. Она как бы выламывает эти дорожки. На стали, конечно, вы этого не увидите. Там ничего не выломает. Но начнётся трение. Резец будет греться. И резьба как бы приобретёт неправильную форму. Может быть, сколется резец, сломается. Но есть разные способы установки. С поворотом, с переточкой вот этих граней, увеличение угла. Резьба у нас пойдёт вот так вот. Потому что левая. И я увеличил задний угол. Сейчас он где-то градусов в 7. И тогда как бы резьба нарезалась нормально, успешно. Сейчас будем пробовать на стали. Конечно, сталь нам ошибок не простит. Это будет мой первый винт. Но это заготовка будет. Это ещё не винт. Просто возьмём пруток. Ну, типа такого. Неизвестная сталь. Скорее всего, сталь 3. Как раз она 18 мм. Ну, вот я посмотрел пару видео. Там, как нарезает трапецизальную резьбу Слава Петров и Жека Мастер. Они делают очень много проходов. Там, с какими-то ухищрениями, с разбивкой туда-сюда. Мы попробуем профессиональный инженерский подход. Значит, нарисовал в компасе вот такой профиль трапецизальной резьбы. Идеальный профиль, да? Ну, математически построенный. Внутренний диаметр. То есть, диаметр впадин. Наружный диаметр. И средний диаметр резьбы. Профиль строится от среднего диаметра. Средний диаметр это такой, при котором толщина вот этих выступов, витков, будет равна толщине вот этих вот впадин. То есть, промежутков. Видите, 2 миллиметра, 2 миллиметра. Она находится не посередине глубины резьбы. 0,25, я напомню, что это зазор между гайками, между резьбой гайки и винта. Это нарисован винт. И вот, смотрите, ширина впадина должна быть меньше, чем ширина вершины витка. Резец будет как-то вот так вот. Он должен быть чуть длиннее, чтобы прорезать вот этот вот еще 0,25 миллиметров дополнительно зазор. Так вот, ЖЭКО Мастер, там, вот я посчитал, нарезать, ну, подобную резьбу где-то примерно за 20 проходов. В программе ЧИП-ТИП, там для нарезания резьбы предлагается 12 проходов. Но они очень ярые, не очень жесткие. Там никакая пластинка свертлосплава их не выдержит. Там очень жесткие режимы. Но я все-таки решил попробовать нарезать резьбу именно за 12 проходов. Ничего не разбивая, без всяких разбивок. Но будем применять комбинированное врезание. Смотрите, можно, это как делать резец, нужно подавать не вот так, а подавать будем вот так, под углом 15 градусов. Можно было бы развернуть салазки, но там возникают проблемы с отводом резца. Поэтому применяют комбинированное врезание путем двух подач поперечной и малой продольной. То есть резец у нас будет врезаться вот так вот. Вот, подаем сюда и сюда. Таким образом у нас работают всего две режущие кромки, чем облегчается процесс реза. А третья кромка, кстати, у нас она сломана. Как раз мы ее и выведем из работы. Она будет у нас просто скользить по уже существующей поверхности. И в работе участвовать практически не будет. Резать будут только вот эти правые, правая и передняя кромка. И я просто в Excel сделал такую табличку. То есть берется глубина резьбы и длина вот этого угла. Он составляет 0,6. 2,25 делим на 0,6. Получаем коэффициент 3,75. И вот это смещение, это просто глубина поделена на 3,75. Вот это вот на диаметр у нас будет. Ну, такую табличку несложно самому рассчитать на любое количество проходов. Мы с тобой все на ощупь. А тут, наверное, по формулам надо. Ну, давай по формулам. Так откуда же я знаю эти формулы? Так учиться надо. Правильно. Правильно. Точи уж без формул. Вот эта площадка под углом 7 градусов. Значит, подъем витка вот такой резьбы с шагом 4 миллиметра, диаметр 18. Подъем витка считается от среднего шага и составляет 4,5 градуса. Чтобы резец грань не затирала, прибавляю где-то 2-3 градуса заднего угла. Получаем около 7 градусов. Должен быть вот этот задний угол в сторону подъема резьбы. И потом подточим вот эту вершину. Ну и контролируем, конечно, угол с помощью шаблона. Заточил вот эту переднюю кромку 1,46 и скруглим вот эти вот уголки просто алмазным надфилем. По ГОСТу там определенный радиус, так уж заморачиваться сильно не будем. Никогда в жизнь не думал, что буду переживать из-за каких-то паршивых резцов. И здесь какой-то участок повышенной твердости. Не обработался. Тут и сколет резец. Короче, пересчитал таблицу, там немного неправильно было. Я все-таки добавил проходов, потому что за 12 проходов это нереально вообще нарезать. Ну, силы резания посчитать трудновато. Я исходил из постоянства площади и поперечного сечения стружки. Чтобы она не превышала 1,1 мм квадратного. Полистал тут книжечку. Вот так вот мы затачиваем свой резец. А это, конечно, в идеале. Тут просто вот у этой задней грани образуется отрицательный передний угол. И он плохо идет и плохо влияет на резьбу, на качество резьбы. Поэтому надо делать вот такую канавку, чтобы был острый режущий клин. Но это в идеале. Так мы не будем заморачиваться. К тому же у нас как раз у нас колото. Можно было бы так заточить, но не будем так уж усердствовать. Ну, и вот второй способ установки. Это с поворотом. Поворот резца. Вот такие специальные державки с поворотной головкой. Ну, фиг найдешь такую. Крупные резьбы трапециидальные режутся вот так вот. Сначала широким, потом узким каналочным резцом. А потом уже дорезается трапеция. Схема врезания резца, комбинированная врезание. Вот этим способом. Крупные резьбы трапеция, комбинированная врезанная 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 Продолжение следует... Так, ну что, резечек не выдержал. Резец полетен. Сломался кончик. Это, конечно, сталь 3. Поверхность дерьмовая получается и при простом точении. Сильно поднимает края. Вообще, они стали такие V-образные. Но это можно потом, конечно, напильником или еще раз резцом пройтись. Это, конечно, можно исправить, зашлифовать потом шкурочкой. Но жесткость низкая и вот середину начинает подрывать, набегает на резец. Стукало-стукало, дрыгало-дрыгало и набежало так, чтобы обломило. Это было на 12-м шаге. На глубине, ну сколько, 1,9, 3,8 на диаметр. На 2 мм сломала резец. Длина винта где-то 250 мм. Это косяк, только надо выковырить. Там, может быть, твердый сплав остался. И попробуем попасть в витки и дорезать эту резьбу. Ну, то есть, за 20 шагов не нарезать резьбу на таком тонком винте. Жесткости нет. Ну и стружка идет, конечно, толстая. На где-то еще 10-30 проходов, не меньше. Ну, посмотри, жесткости вообще нет. Это, на, какой-то супер резец с лазерной заточкой. Первое дело, чтобы резец не летел, нужно изменить угол заточки его. Заточил вот такой резец. Вообще, какой-то бомбический. Наклон вот этой грани где-то 6 градусов. Здесь надо было вообще сделать отрицательный наклон. Потому что немножко тонковат получился. Но все равно он в разы прочнее твердосплавного. Сделал такую канавку. Вот это посередине, это ошибочно сделано. Пока там настраивался. Как на этом рисунке. Вот это вот. Вот она. Чтобы не было отрицательного переднего угла. Сейчас попробуем. Если уж и этот резец не пойдет, то я не знаю. Да, кстати, часто пишут про подвижный люнет. Или люнет, если вам больше нравится. Но очень мало видео, где его реально используют при нарезании резьбы. Даже если бы он у меня был, использовать его при движении суппорта слева направо не получится. Так как за резцом остаются стружка и заусенцы, которые попадут под кулачки. Отожмут заготовку и создадут аварийную ситуацию. На производстве используют твердосплавные кулачки. После каждого прохода надо очищать резьбу и так далее. Короче, это офигенный геморг. Ну вот. Нарезал. Пришлось потом простым резцом пройтись. Сильно подняло края. С 18 мм до 19 мм. На полмилика края подняло. Да, ну и походу вал погнуло, когда резец сломал, вал слегка погнулся. Появилось биение тут в середине. Маленько осталось. Такой себе винт получился. Ну, можно было бы еще шлифануть, полирнуть. Но это уже в наши задачи не входит. Вот резец. Чуть-чуть подсел. Вот эта вот кромка. Ну и передний самый кончик. Короче, нифига. Моя система эта не сработала. Посередине сломала резец. Последние ходы я, наверное, еще ходов 20 или 30 делал. И в разбивку, и всяко. Снимал вообще там подавал по 5 соток на диаметр. То есть режимы очень суровые получаются. Твердый сплав не держит. Ну, быстровес выдержал. Но проходов, блин, миллион приходится делать. Потом разбивать. Туда-сюда сдвигать малые салазки. Съема мизерная. Очень долго получается. Ну, в принципе, поэтому и отказываются от таких работ. А так то собаку уже съел на них. А так для новичков, типа меня, как бы трудновато. Ну, сделал. Приспичит, так сделаешь. Давайте я точно так же выключу камеру. Чтобы не показывать весь процесс нарезания резьбы. Даже у профессионалов подобное видео очень часто обрываются на последних проходах. А потом уже нам показывают конечный результат. Как блестит, как накручивается гайка. Что же происходит во время этого стоп-кадра? А вот что. Там происходит утомительная, нудная и нервная работа. Выхаживание, выглаживание резьбы, подгонка винта под гайку, напилинг и шлифовка шкуркой заусенцев. Обычно это вырезают. Вырежу и я. Покажу сразу конечный результат издалека. Выглядит неплохо, да? А теперь увеличим. Жесть. Ну, в данном случае виновата сталь. Это сталь 3, гвозделин. Ее размазывают, как пластилин. Я точил на минимальных оборотах, как советовали, 63-80 оборотов в минуту. С маслом, с олеиновой кислотой. Резец острый, нигде не затирал. Это 100%. И вот видите, просто рандомно вырывает куски. Где-то нормально, где-то задиры. Но я списываю это на сталь 3. Думаю, на хорошей, на качественной стали будет получше. Но в то же время она будет тверже и хуже обрабатываться. То есть, будет больше деформации, отгибы. К счастью, я не борюсь за звание лучший токарь ютюба. Для меня интереснее поразбираться, попробовать разные подходы. Научный, колхозный. Поэкспериментировать. Ничего переделывать не буду. Как видите, я даже использовал ту же самую заготовку. Хотя ее можно было кидать в брак уже сразу после поломки резца. Ее уже погнуло. Это не обучающее видео. Это скорее видео, как не нужно делать. Показать трудности, которые возникают. Показать, что это работа не для новичка. Ну, вот так вот. Так, ну давайте измерим, что получилось. Так, конец винта по нолям. В середине бочка 5 соток. А на другом конце минус 5 соток. Ну, это станок конусит. Ну, в принципе, неплохо. Еще шкурочкой шлифануть. Так, теперь поставим здесь 1,46. Вот эти вершинки проверим. Ну, в принципе, все заходит. Средний диаметр только гайкой можно проверить или калибром. Смотрите, измеряем глубину. 2,6. Должно быть 2,5. А все потому, что я забыл притупить носик, когда затачивал. Носик у резца. Вот 1,46 проваливается. Где-то 1,3. Поэтому пришлось врезаться глубже в заготовку. Ну, и как бы внутренний маленько проваленный. Но не сильно. Вот еще одну испортили.